Ну, если из детства... Как ты очень страшно посмотрела. Пописываешь на этой ванной. Я не знаю просто, где мне применять мантию-невидимку. Окей. А Даша курит. Ты дура. Все. У нас так все и происходит всегда. Ня-ня-ня. Всем привет! Привет! Мы в гостях, Лариша, поэтому можете чувствовать себя как дома. Сегодня у меня необычный выпуск. Сегодня у меня в гостях моя сестра. Пока! Моя сеструха, которая... Всем привет! Даша, которая не моя мама. Да, я не мать. Да. Запомните это. И сегодня шоу гляделки. Как вы уже знаете, правила прямо сейчас на экране. Соперники садятся друг напротив друга, и я им задаю провокационные вопросы, которые они подготовили заранее. Главное правило. Отвечая на вопрос, игрок не должен отвести взгляд от соперника. Тот, кто отвел взгляд больше всего, выполняет жестокое наказание. Ну что, я думаю, что нет времени ждать. Поехали! Поехали! Куефа! А помнишь, пуцико? Пуцико! Пуцико! Где мой телефон? Не знаю. Да, он на столе. Извиняюсь. Сегодня все против нас! Может быть, есть что-то, чем я тебя обидела, но этого не знаю. Ты знаешь, что я не обидчивый человек, а вообще отходчивая слишком. И типа, я очень легко забываю какие-то обиды. Как ты очень страшно посмотрела. Очень легко какие-то обиды забываю. И, ну, типа, какие-то прям супер какие-то жесткие обиды. Ну, может, недавние бывают. Типа, какашка. Да, было. Ну, что это было? Да, да. Мы были на Вите в Омбе, и ты как-то вообще не реагировала на мои какие-то рассказы. Мне было обидно. Когда вечером? Когда я тебе рассказываю, а ты уходишь от меня, я такая, ну, ладно. Я подумала, что ты на меня обиделась, и я решила не подходить. В смысле, ты подходила ко мне на Бьюти Бобби, и что ты говорила? Да, я подходила, я тебе говорила, и ты уходила. Да, и ты уходила, и все. Блин, нет, я на тебя не обиделась. Может быть, у меня было какое-то такое настроение? Прострация. Мне тоже так кажется, что, наверное. Ну, не знаю. Ну, в общем, я расстроилась. Ну, я на тебя не обиделась. Да, я рада. Ты тоже на меня обиделась? Нет. Ну, все. У нас так все и происходит всегда. Ну, давай, грустный вопрос. Отстой. О чем ты жалеешь больше всего? Я не буду банально отвечать, типа, я ни о чем не жалею, это моя жизнь. Ну, а чем ты жалеешь? Что вот, ты такая, блин, я бы сделала по-другому. Я пытаюсь придумать что-то, что первое приходит мне в голову, но когда ты концентрируешься на глазах, тебе мало что приходит в голову. Что мы все-таки все равно не до конца с тобой хорошо общаемся. В плане, и я чувствую в этом свою вину. И вообще, в принципе, даже не то, чтобы с тобой, а вообще с людьми, с близкими. Что я не спрашиваю, как дела, там, типа, не пишу часто. Мне казалось, я отвела взгляд. Ну, короче, я как-то так живу, странно, как будто бы у меня не хватает энергии на что-то еще, ну, и что мне как будто бы неинтересна жизнь других людей, типа, ни друзей, ни семьи. И у тебя я редко что спрашиваю, типа, ну, че там, как? То есть нет таких вопросов. Я постоянно, типа, об этом думаю, постоянно это в голове прокручиваю, но при этом ничего не делаю. И я не знаю, типа, как это исправить. Можно же что-то начать делать, типа, хотя бы спрашивать, как дела, хотя бы писать маме каждый день, хотя бы, там, не знаю, мне писать иногда или отвечать. Да, да. Чтобы наши диалоги превращались не просто в рабочие. Можно я вот так сяду, извините, это мое шоу тоже, отчасти. Это все от тебя зависит. Я знаю, да, но просто я знаю, что, типа, я начну такая, типа, ой, я молодец, я, типа, вроде бы спрашиваю. Ну, это не должно быть, типа, я должна себя заставить спросить, а, типа, я должна хотеть, ну. Вначале надо себя заставлять, потом уже хочешь. Ну, может быть, да. Но, с другой стороны, я боюсь просто облажаться, я, типа, боюсь снова не писать, и тогда я буду такая, типа, я дура, дура, я теперь, я теперь опять перестала писать, типа, и буду себя за это ругать. Было легко придумать вопросы, но просто они такие, типа, более... Общие. Нет? Наоборот. И наоборот конкретизированные. Наоборот конкретизированные. Типа... Именно конкретные моменты, которые, там, знаешь... Откровенные, да. А какие-то обычные, типа, писаешь ли ты в ванной. О, мы все знаем, да, даже. Ну, как бы у нас ванны желтые. По шкале от 1 до 10, насколько ты со мной откровенна? Ну, скажу честно, я не очень с тобой откровенна. В смысле, что? Я просто, знаешь, мы с тобой начали общаться, ну, прям близко, типа, год назад. И сложно, знаешь, какие-то моменты рассказывать, потому что, ну, с одной стороны, ты моя сестра, ты вообще меня никогда, ну, не надеюсь, не осудишь, там, ничего не это, все время. Ну, как бы меня поймешь, поддержишь, выслушаешь, но при этом все равно, знаешь, такая, типа, аааа, а это такое... Ну, мне кажется, у тебя тоже такое есть, поэтому... Мне кажется, 8. Вааа? Да. 8, это много. Да. Просто мне интересно, типа, ты неоткровенная, и это связано с тем, что ты, типа, стесняешься, потому что мы, типа, не очень, как бы, ну, как бы, и кого-то неловко, потому что мы... Ну, потому что ты старшая сестра. Ну, да-да-да, типа, есть какая-то такая игрань, как бы. Аааа! Ты игрань, как бы. Ааа! Из-за того, что ты стесняешься, или из-за того, что, типа, ты боишься моей какой-то реакции не такой? Потому что Даша достаточно прямой ленейный и откровенный человек, который, можно сказать, отстой. Мне кажется, что капец, ну все. Ну, на самом деле, да. Хотя, может быть, ты так и не так, как это, категорично думаешь в голове. То есть, тебе не кажется, что там человек отстой, или там этот поступок отстой. Просто ты акцентировала внимание именно на этом. А я действительно, ну, я, как и все люди, цепляюсь только за негатив. Ну, чаще всего, к сожалению. И поэтому иногда кажется просто, что, ну, так бывает. Ты когда, ну, к очень-очень-очень близкому человеку, ты, типа, вообще не думаешь, что я ему говорю. Ты такой, типа, говоришь, ну, через фильтр не пропускаешь. Я просто представляю, если бы там мне кто-то из друзей рассказывал какие-то подобные истории, и я бы, типа, я такая, типа, ну, более себя, как будто бы, сдерживала. Ааа, я поняла, да. Короче, надо как-то учиться, ну, чтобы ты такая же, как... Ты такая же, как все. У тебя тоже есть чувства, их тоже нельзя задевать как-то. Ну, в плане... Я поняла, короче, меньше ответственности какой-то, да, вот когда ты с близким человеком общаешься, кажется, что, типа, ну, я отреагирую, как я чувствую. Ну, с другой стороны, это круто. Даша, какое лучшее качество в твоем характере? Хоть кто-то так сделал. Да. Я очень компромиссная. Типа, ну, не надо долго уговаривать. Не, на самом деле, я считаю, это хорошей чертой. Я очень легко ассимилирую, так скажем. Очень умные слова. Ты просто его применила. Да. То есть, где бы я ни находилась, в какой бы компании... Ну, бывают, конечно, исключительные случаи, но я, типа, всегда приспосабливаюсь, так скажем. Что из даров смерти ты бы выбрала? Мантия-невидимка, воскрешающий камень или бузинную палочку? Просто мы с Ариной фанаты Гайи Поттера, и, типа, мы смотрели все части как-то на Новый год. Вот, устраивали марафон. Ну, по-моему, здесь очевидно, бузинная палочка. Нет? Ну, да, это круто. Я не знаю, просто, где мне применять мантию-невидимку. Ну, то есть, зачем она нужна? Я не понимаю пока что. Я не придумала ей применение. А воскрешающий камень, мне кажется, что... Ну, мне кажется, что просто... Просто... Ты меня малишь! Девчонка! Ты меня малишь! Два-ноль! Бузинная палочка — это прикольно. У меня будет палочка, и она бузинная. И все. Единственное, мне кажется, что если бы, типа, знаешь, мы жили в мире Гарри Поттера, и у нас у всех были бы палочки, мы бы меньше хотели бузинной. Потому что у нас так есть палочка, а так еще было бы. Ну, да. А так у нас нифига нет. Ну, да, тут бузинная палочка, тут одна из трех, так что... Самая клевая, да. Я согласна с тобой, я тоже ее люблю. Красава! Красава! Если бы ты смогла вернуться в прошлое, какой бы ты дала себе совет? Я бы дала себе совет. Какой? Поджопник. Да? Да, дала бы себе поджопник, как совет. Да, я проходила терапевтическую психологию. Что? Что? Я не заметила! Ну, короче, блин, вот стой. Да, два-один. Я, типа, если бы я вернулась в прошлое к себе в детстве, я бы себя дала бы, поцеловала бы и сказала бы, ты молодец. Вот, но сказала бы, типа... Ну, поджопник последовал! Да-да-да, ну, просто сказала бы, будь сильнее, будь увереннее, типа, пофиг на все. Угу. Типа, не парься. Ну, я бы, наверное, врать и послушала. Поэтому для этого поджопник и нужен. Нет, это в случае, если бы ты не послушала саму себя. Да. Что в моей жизни сейчас тебе кажется неправильным и что бы ты хотела изменить? Я бы изменила твое отношение ко всему. Ой, не знаю. Окей! Я бы просто изменила твое отношение. Ну, проще бы сделала. И хотела бы, чтобы ты относилась к каким-то вот словам проще, не принимала бы их близко к сердцу. Хотела бы, чтобы ты саму себя как-то вот настраивала более позитивно. Конечно, много факторов влияет на количество твоей энергии в тебе, но все же мне кажется, что это все вот в голове у тебя. И если бы ты прям вот так вот по щелочке пальца могла бы все изменить, я бы с удовольствием. А я сильно изменила за последнее время? Да. Но, не знаю, не в худшую сторону, мне кажется. Просто ты поменялась. Это нормально. Что именно поменялась? Хая! Ну, просто у тебя поведение стало более сдержанное, но при этом как-то вот ближе чувствую себя к тебе. То есть вот это вот и дальше не становишься. Ну, мне кажется, что ты повзрослела и... Вот это поворот был сейчас. Я думала, типа, уже все, я сейчас закончу вопрос. Такая, типа, ну ладно, не сработало. Просто что-то увидела. Это был неловкий вопрос. Я забыла. Последний раз, когда я тебя раздражала. Что? Ну, давай. Ну, это было недавно. Ну, давай. Ты меня раздражаешь, когда вы ссоритесь с Лианой. Вы чаще, часто это делаете. Что, в такси? Вот. Ну, типа, ну вы обе меня просто раздражаете. Когда мы проснулись утром, после бьюти-бомба. Когда-то было вчера. Это было вчера. Что-то там было про зарядку. А, Лиана что-то сказала, типа, что-то вот ты сняла мой зарядок. И такая, мне вообще-то надо было будильник поставить. Ну, потому что. Ну, потому что реально, типа, зачем вам заряженный телефон? Мне надо было, чтобы у меня будильник звенел. У меня было 0%, у меня забрали последнюю зарядку. Я прям бесилась. В смысле, мы у тебя забрали серядку? Ты отвела. Ну, не уверена. Ну, ты моргнула и вот такая. Ну, это было мини. Ну, ладно. Короче. Да. Да, ну, я просто чуть-чуть сбесилась. И в плане, что, ну, из-за того, что, типа, просто в другой манере, если бы ты сказала. Но я понимаю, с другой стороны, что все утром злые. Да, конечно, я просто ужасная. Утром голодная и не выиспавшаяся. Твоя кофта пестрая, капец меня отвлекает. Я все время хочу прочитать, что там написано. Село. Село. Калюжа. Завидовала ли ты мне когда-нибудь? По себе судишь? Служу по себе, что я тебе никогда не судила. Ага. Не-не-не. Ну, я завидовала, когда ты уехала в Израиль одна. Потом второй раз ты уехала в Израиль, ты скоро ведь поедешь. Но, типа, это просто, ну, возможность отдохнуть, это круто. При этом меня, ну, особо, типа, не ограничивали, не говорили, что ты ничего не можешь делать и все такое. Но просто хочется как-то, знаешь, типа, быть взрослой. Но в каких-то моментах, да, такое бывает, типа, вот. Какой-то. Ну, как младшая сестра. Ну, просто я все детство за тобой всегда повторяла, и это было так нормально. Да. Если бы ты смогла прожить один день заново, какой бы ты выбрала? Я вообще... Дура. Ты дура. Ты отвела, нет? Нет, я не отвела, но я очень испугалась. Мне почему-то хочется, не знаю почему, вернуть свой выпускной. Даже несмотря на то, что было все достаточно банально, типа, там, мы все пошли в банкетный зал. Там, на лимузей поехали, там, в какой-то этак. Да, скидывались по бабосику. Но, тем не менее, мы там потом вернулись, такие, типа, в 5 утра по домам. У нас были каблуки вот так вот в руках. И мы вот так вот шли, типа, босиком по асфальту. Какое-то такое... Приятно. Да, такое, какое-то знаковое, что ли, событие. Ну, как, типа, 1 сентября, там, выпускной, потом свадьбы, потом... Да, да, да. Не, ну, просто еще тогда, типа, я особо по ночам-то не гуляла. Или тебе это было такое? Не особо можно было, да, куда-то прям разгуляться. Вот так мы такие, типа, какие-то взрослые шли, такие, ну, сам, взрослая жизнь. Здравствуйте! Да-да-да, было клево. Да, 16 лет. Да, мне было 16 лет. Твоя самая большая ложь мне. О чем ты мне врала? Ты какого-то, знаешь, намекаешь на что-то такая так. О чем ты мне врала? Скажи мне быстро. Я гуляла с мальчиком, а тебе сказали, что не гуляю с мальчиком. Сказали, что гуляю с Аней. Ну, это было давно, это было что-то летом. У меня уже глазные яблоки просто, я не знаю, они вылезут из-за рбит, я тебе клянусь. Было ли такое, что тебе не нравился какой-то мой мальчик, молодой человек, и ты мне не говорила об этом, при этом, типа, тебе не нравился он совсем? Да. Было такое, полюбову. Было. Номекник, кто это? Большинство. Да, все. Ну, многие. Я понимаю, на самом деле, я понимаю, почему. Что мне, привести в пример? Да, ну, у нас же есть кодовые слова. Ну, кодовые слова, но в плане мне привести в пример, что конкретно мне не нравилось в конкретном. Да, 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 давай, мне интересно. Так, в Курди-Бурде мне не нравилось, что, типа, ну, ну, мне реально казалось, что, типа, да, какой-то высокомерный, какой-то, типа, и вообще я очень скептически отношусь к лавеласам. А. Ну, видимо, у меня какая-то своя боль, я не знаю. Да у меня тоже теперь это боль. Просто тебе в основном такие не нравятся в этом проблема. Нравятся, да, мне такие, к сожалению. Я так боюсь что-нибудь лишнего сказать, поэтому я могу, у меня сейчас такой контроль, типа, глаза-мозг. А, ты откатилась, блин! Нет, я с косикой! Я откатилась. Да, ну, короче, вот все твои лавеласы, они, конечно... Все мои лавеласы. Ой, очень-очень-очень. Но при этом я же не слабый вроде человек, ну, типа, я же могу как-то их сама... Нет, ты можешь, конечно, ты прямо, ну, в отличие от меня, ты прямо очень можешь прострунить. Но, знаешь, когда вот этот первый период, когда ты такая, типа, ааа, все, классно! Да, ты бегаешь. Не хочется, конечно, портить вот это вот впечатление, типа, поэтому как бы стараешься не говорить. Ааа, вопрос. Я думала, песня. Странно. А музыкальная вопрос, да. Нравится ли тебе мое окружение? А какое у тебя окружение? Не знаю. Леночка и все. У меня не всегда только одни друзья, ты же там всякий разднапонос. Ну, когда, типа, кто-то появлялся, ты такая, типа, фу. Нет, просто нет. Я наоборот, как-то, знаешь, они такие супер-классные, а мне всегда казалось просто, что я лишняя, и поэтому я такая, типа, блин, это им понравится, они же даже друзья, все. А, да? Ну да, это вот касаемо твоих одноклассников. Ты когда-нибудь думала во мне что-то исправить? Раньше, чисто, ну вот ты, в какой-то момент ты просто перешла, типа, изгранили ребенка в моего ровесника, так скажем. Вот, и до этого ты вообще для меня была идеальная, типа, ты, ну, типа, моя сестра, типа, ты малышка, типа, тебе все прощается, ну, для меня. Сейчас я все. Но сейчас ты не все, а просто как будто бы, с тех пор, как я, типа, переехала, как будто бы ты резко повзрослела, как ты стала старшей сестрой, теперь ты. И я как будто бы что-то пропустила, и ты, оказывается, типа, не такая, типа, ля-ля-ля, я маленькая Арина, а как будто бы ты, типа, уже такая, ну, очень дерзкая какая-то, такая, типа... Оказывается, у меня есть характер. Да-да-да. Да, я поняла. То есть, ну, может быть, еще раньше я списывала это на то, что у тебя какой-то пубертатный период, ты вредничаешь, потому что вредный возраст, типа, 13-14 лет. Да, но на самом деле это не вредный возраст. Это на самом деле мой характер. Ну да, ты права. Да. Не то, чтобы я хочу это в тебе поменять. Ну, может быть... В каких-то моментах сгладить просто, да? Да, да-да-да. Да, чтобы ты чуть-чуть более мягче, да, относилась к людям. Да, типа, не так категорично, типа, всех под одну. Вот. Вот. Ты когда-нибудь задавала меня родителям? А Даша курит. Ну да, типа того. Если меня просила о чем-то не говорить, или я знала, что это будет неприемлемо, я, конечно, не говорила. Что? Я зеваю. А, да? Я думаю, у тебя рот трясется такая, что случилось? Ты плакать хочешь? Ну ладно. Тем более родители и не интересовались у меня. То есть, ну, типа... Нет, ну, в смысле, что они не все равно. В смысле, что они не говорили, ну, вот скажи честно, вот она вот это вот делала, я такая... Да. Было ли что-то такое, что ты скрывала от родителей в детстве, но сейчас ты можешь об этом спокойно говорить? Я могу сказать, что я в первый раз попробовала курить в 9 лет. Я знаю, что это очень жестко, но типа просто мама тогда меня, по-моему, даже спалила. Да. Да, но это... Я никогда этого не говорила. Папа знал? Нет, никто не знал. Папа... Папа нет. Я могу даже рассказать, как это было. Нет, были вообще какие-то 7-летние девочки, которые на даче у дедушки, у своего... Узяли сигареты. Ужасные, старческие, жесткие какие-то ужасные сигареты. И, ну, просто один раз, типа, пробовала. Что тебя, что тебя всподвигнуло на это решение? Просто любопытство. Любопытство? Да, да, да. А потом, ну, короче, да. Потом мама такая, типа, что это пахнет? Я такая, типа, о-о-о-о! 9 лет! Да. Но я этим не горжусь. Да. Пять вон с ней. Да, вот. Можья. Да! Дура. Ребята, ну что, Даша проиграла сегодня в этом выпуске. Отстой. Я третий раз выиграла за всю историю гляделок. Ну что, сегодня у тебя такое наказание. Ты фоткаешь свою подмышку и ставишь на аватарку во всех соцсетях, которые у тебя есть. Секундочку. Проверь. О, нет! Нет! Хорошо, что через аватарку не передается запах. А то я тут так волновалась, извините. Давай, сфоткай эту подмышку. Подожди. Странно. Только не приближай и не в макро. Ну что, теперь все точно буду думать, что ты странная. Вот такая подмышечка. Феминизм, друзья. Ребята, если вы хотите увидеть подмышку Даши в инстаграме, то переходите в ее профиль, подписывайтесь, ставьте лайки. Это будет очень странно, как у тебя волосатое тело. И подписывайтесь на мой инстаграм, ведь это конец нашего выпуска. Спасибо большое, что посмотрели. Он был немножко короче, но я думаю, что вам понравится. Надеюсь на это. Ставьте лайки Даши, ставьте лайки мне. Пишите комментарии, кого позвать в следующем в это шоу, потому что у нас уже просто, вот, просто мозг ломается, кого позвать. Да, пожалуйста, подскажите нам, я вас умоляю. Просто напишите, и мы вас любим. Мы вас целуем. Всем пока. Нет. Субтитры сделал DimaTorzok